Сегодня в студии Оранжевого Утро будем говорить о красоте. В частности, о недавно прошедшем конкурсе Леди России. В нем жительница Новосибирска, мама и жена Александра Грещук, стала победительницей. А начала она свою карьеру в конкурсе Миссис Сибирь, причем заявку подала одной из последних. О том, как взять корону и какая девушка может стать Леди России, узнаем у наших гостей. Так красиво в нашей студии уже давно не было. Эту красоту, которая сейчас находится на нашем столе, и вообще здесь орел такой красоты есть, создают для нас две прекрасные девушки. Первая девушка это, между прочим, Леди России 2014 Александра Грещук. Ну и, конечно, рядом с ней наша любимая Елена Шкуратова, которая является региональным директором конкурса «Красоты Миссис Сибирь», официальным представителем российского конкурса Леди России. В общем, молодец такая. Мама четырех детей. Уточняет, между прочим, Елена. Девушки, во-первых, Саш, поздравляю вас с титулом. Спасибо большое. Леди России. Я впервые, если честно, слышу о таком конкурсе. Знаешь, что есть очень фартовый конкурс у нас «Миссис Сибирь», потом есть «Миссис России», а вот «Леди России», чем она отличается от «Миссис»? «Леди России» – это конкурс, он гораздо сложнее, чем, допустим, «Миссис Сибирь». Чем первое его отличие. Если «Миссис Сибирь», мы берем в основном мамочек. Главный критерий – это наличие детей. Просто дети должны быть, можно даже без мужа. Да, мы мамочек здесь подготавливаем, совершенствуем, а на «Леди России» там критерий у них немножко другой. Помимо того, что девушка, она должна быть мамой, она должна быть еще и «Леди», в плане того, что она должна быть бизнес-леди. То есть у нее должен быть какой-то свой бизнес. Она должна быть социально значима, она должна быть интересна, востребована, заниматься спортом. То есть такая вот современная мама. Саша, ну теперь будем пытать вас. Вы вообще, я понимаю, что с детства знали, что вы красива. Или, может быть, вы из тех девочек, которым говорили, что «Ты вообще-то страшненькая», а вы назло всем потом бац, и такая красотка выросли. Ну, конечно, как сказать, чувствую. Нет, у Саши самоуверенностью все в порядке. То есть она когда пришла, я не люблю хвалиться. Да. Нет, но все равно, вы скажите мне. Конечно, как любая девушка, да, я считаю себя достаточно привлекательной. И все-таки считать себя привлекательной – это одно, а выставить свою кандидатуру на участие в конкурсе – это, извините меня, уже должно быть какое-то немножко другое самомнение. Есть очень много девушек, которые нас смотрят, что у меня тоже, между прочим, губки пухлые, волосы свои, но сроду не пойдет никогда участвовать в конкурсе. Что вас подвигло? Конечно, это была моя мечта, которую я к своим 24 годам воплотила в жизнь. Конечно, участие в «Миссис Сибирь» дало мне право на участие уже в «Леди Россия», во всероссийском конкурсе «Представлять Сибирь». Так, давайте с вами познакомимся вообще. Александра, вы, я так понимаю, мама. Да. Сколько у вас детей? У меня одна дочь. Дочка. Да. Сколько дочери? Год и два будет. Я стесняюсь спросить, но не могу не спросить, потому что мы знаем, что в «Миссис Сибирь» иногда приходят женщины с детьми, но без мужа. У вас с мужем все в порядке? Конечно. Слава богу, все, уже, значит, выдохнули нормально. Когда вы пришли участвовать, Елена, вы тоже подключаетесь к этой беседе, когда Саша пришла на конкурс «Миссис Сибирь», сразу же ли было понятно, вот, ну, вам, как уже организатору, как человеку с наметанным глазом, что это вот у нас победительница? Ой, я могу сказать, что Сашина история, она очень интересная, потому что Саша у нас прыгнула в последний вагон уходящего поезда. То есть уже двери закрывались? Да, у нас сегодня состояло, допустим, на этот день состоится открытие, и звонит мне Саша и говорит, что вот я мечтаю участвовать в конкурсе, возьмите меня. Я с утра, и получается так, что у нас состав уже комплектован, уже все 20 человек на месте, и одна девочка попадает в больницу и говорит, что она не может участвовать в связи с тем, что 21 день в дневмонии, и я буду лежать в больнице. Ничего себе. Я думаю, дай-ка я посмотрю Сашу. Вот я ее посмотрела, естественно, очаровательное создание, она меня очаровала, я ее пригласила к нам на открытие, и у нас появилась таким образом Саша. Хорошо. А когда вы узнали о том, что вы едите на «Леди Россию», вы как-то, ну, прям совсем разволновались? Вообще, по своей натуре, я самоуверенный человек, как бы, моя подготовка была достойная. Ну, подготовка что значит? То есть, вот для того, чтобы поехать на «Леди Россию», вы сказали, что нужно быть бизнес-леди, то есть, тебе должен быть бизнес, и ты должна быть социально значимая. Социально значимая – это что означает? Участвовать в общественных проектах города Новосибирска. В социальных проектах, в благотворительных мероприятиях. Ну, например, вот ваша социальная значимость, она была в чем? В чем она выражалась? Она курирует детский дом у нас. Да вы что? В детский дом малютки. А что значит курировать детский дом? Помогать детскому дому. Она помогает именно, находит партнеров, которые предоставляют детскому дому подарки. На Новый год у нас будет благотворительная акция, которую организует Александра. То есть, мы с нашими девочками, с нашим новым составом поедем в детский дом, организаторы этого мероприятия Александра. Ну, вот давайте, дорогие мои девочки, Лена и Александра, мы прервем сейчас недолго в тонкостях «Леди России», будем разбираться чуть позже, буквально через небольшую паузу. Сегодня у нас в гостях организатор конкурса «Миссис Сибирь» и мама четверых детей Елена Шкуратова и победительница конкурса «Леди России» Александра Грищук. Не так давно Александра привезла корону в наш город. Чтобы ее получить молодой маме, нужно было презентовать себя и принять участие в дефиле, что, в принципе, было не так сложно. Ведь необходимый опыт для участия в конкурсах такого рода Александра получила именно в Новосибирске. Все подробности узнаем прямо сейчас. Напомним, сегодня мы говорим с вами о конкурсе «Леди России» вместе с двумя прекрасными девушками. Во-первых, перед нами Александра Грищук, это, между прочим, «Леди России 2014». Во-вторых, перед нами Елена Шкуратова, это организатор конкурсов «Миссис Сибири». Потом за региональный этап «Леди России» вы тоже отвечаете. Более того, знаете ли вы, дорогие друзья, что Елена не так давно, буквально месяц назад стала мамой четвертого ребенка. Понимаете, вот где, что называется, повод для того, чтобы восхищаться и понимать, как должна себя вести мама. Не нужно засиживаться дома, нужно участвовать в конкурсах, в общем-то, что и сделала Александра. Давайте вернемся в «Леди России», где проходил конкурс. Конкурс проходил в Москве. В Москве? Да. То есть приехали все самые прекрасные леди со всей России? Да, из семи городов. Да, принимаю участие. Ну вот, Саша, я никогда не поверю, что вы такие пришли на конкурс, даже ни на кого не посмотрели, сразу понимали, что, ну вот я как бы лучше всех. Все равно же вы приценивались, вы смотрели, какие девочки. Ну и что, какие они? Дух соперничества, безусловно, присутствовал, потому что собрались именно лучшие. Ну, лучшие-то какие? Вот в понимании очень многих наших зрителей, конкурс красоты – это всегда такие, ну, а-ля тюнингованные девушки. Пусть она мамочка, но у нее порой не что-то не свое есть в теле, не будем показывать пальцем, как говорится. Там и волосы-то не свои, и ногти-то не свои, и брови-то не свои, вообще они все там не свои. Ну, вот просто за красоту борются и все. Как было с «Леди России»? Были только исконно красивые, настоящие? Были, вот именно вы хорошо заметили, настоящие женщины, очень добрые, открытые, общительные, красивые, безусловно. Достойные соперницы, конкурентки в моей номинации. Ваши номинации? А было несколько номинаций еще? Да, еще была номинация «40 плюс». «Леди 40 плюс». А вы были в номинации для маленьких. Да, 23 до 40. Да, да, 23 до 40. Кстати, я вот тут сижу, и меня греет еще одна прекрасная лента. Да, моя номинация. «Леди» – это про меня практически, так, в кавычках. Вы еще и номинацию взяли. Да, да. То есть вы там были у всех участниц, да, это конкретно моя номинация. Вы порвали всех. От Сибири остались все в полном восторге. То есть они говорят, что у нас первый раз такая девушка приехала, достаточно упакованная во всех смыслах, которая умеет и ходить, и говорить. И у Саши есть хорошее качество – это самоуверенность. И она взяла какой-то своей такой наглостью и нахрапитостью. Я вот смотрю на Александру, я не понимаю, о какой самоуверенности вы говорите. Передо мной абсолютно скромная девушка сидит, которая, вот она такая, вот прям, правда, леди. Пришла, вот, зеркальце прежде всего, сидит и вот ровно смотрит красивенько. Я не могу, как она может быть наглой? Саша, это же неправда. Ну, наглость в чем? Просто это уровень самоуверенности? Это была моя подготовка, которая дала мне силы именно, уверенности в себе, которая проходила перед конкурсом «Леди России». У меня была постановка дефиле. Циническая речь. Циническая речь, ораторское искусство тоже, как бы, не малое значение имело. Мне нужно было показать себя со сцены. А кто вас всему этому научил? Я хочу добавить, что всему этому научили. Конечно, Саша пришла с каким-то своим багажом. То есть у нее за плечами модельное агентство было, но это было давно, еще по молодости. Это все мы... Вот сейчас старенькая, по старости. Не, ну это было 14-15 лет, все равно, считается, относительно давно. То есть я хочу сказать, что мы вкладываем в своих девочек и работаем не на количество миссис, выпущенных, да, а именно на качество. То есть мы в своих миссис складываем все. Мы их учим и ходить, и говорить, и одеваться. Могу сказать и сделать на этом акцент, что Саша у нас сама делала себе макияж перед выходом на сцену. И он оказался самым лучшим. А со всеми стилистами приезжали стилисты, что ли? А у нас там на месте работали стилисты, то есть предоставлены, естественно, стилисты, визажисты, которые подготавливают, одевают. Саша все делала сама. То, чему мы научили в Новосибирске, это о качестве нашего конкурса. И Саша оказалась самой лучшей. Самое лучшее платье, самая лучшая походка, самый лучший макияж, самые лучшие волосы, самая лучшая прическа. То есть она просто была на высоте. И это, безусловно, наша заслуга как организатора. А конкурс из чего состоял именно Леди России? Это было какое-то дефиле, и может быть, что-то нужно было еще показать там или что-ли-ка? А первый выход-то было деловые костюмы. Так. Мы его демонстрировали. Вы были в брючном или в... Я была в брючном костюме. Что-то сразу кто вас увидел в брючном. И опять же я... Единственная. Да, и опять же я выделилась. Нет, я была не единственная, еще была. Еще была, да. Нас было двое. Вот. Ну, как бы... Выделилась тем, что в брючном? Да, выделились тоже. Так. Еще? Следующий выход у нас был творческий номер, которым нужно было именно самопрезентовать себя. И что вы делали? Мы снимали видео. Видео-визитку делали. Здесь, на месте, в Новосибирске. Да, в Новосибирске. В Новосибирске видеограф, такой достаточно известный. Он ее снимал. А вы что там делали? Просто вот я такая, это вот моя семья, вот моя дочка. Она патриотизм показывала в Новосибирске. Я выразила патриотизм, да. Показали достопримечательности нашего города. Также я показала мою семью. Любовь своим родителям, она съездила к маме на работу. Ребенка, как бы, вот все присутствовало. Вся моя жизнь, как бы... А вы показывали членам жюри вот эту красоту, которую вы, кстати, тоже делаете своими руками. У нас еще Саша, оказывается, рукодельница. Нет, к сожалению, у меня был огромный багаж с собой. Это все такое хрупкое. Конечно, я с собой везла еще корону «Месяц Сибирь», которую я тоже горжусь, достойно несу это звание. Хочу сказать, что у нас сейчас две короны есть, это «Месяц Сибирь» и «Леди России». Следующая корона, должно быть три короны, в багаже как минимум. То есть теперь мы готовимся на мир. Ну что, я желаю вам только победы, я вас верю. Тем более, если вы в себе тоже так сильно уверены, и Леночка вас поддерживает, значит, все так и будет. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Напомним, в гостях у нас сегодня была «Леди России-2014» Александра Крещук и Лена Шкуратова, которая курирует все фортовые конкурсы «Миссис Сибири» «Леди России». Алиночка, большое спасибо, с Новым годом, это от нас. Спасибо большое. У вас тоже наступающий Новый год. Спасибо вам большое.